Всем добрый день, как у вас дела? Всем привет! Мы сегодня опять в студии у Тани и расскажи девочкам, о чем мы сегодня будем им рассказывать вернее, ты будешь рассказывать Сегодня мы решили снять видео о самой запрашиваемой теме это консилеры Мы расскажем, какие у меня есть сделаем обзор всех консилеров, какие у меня есть и расскажем, какие больше подходят для возрастной кожи какие больше для молодой, более плотной, более легкой ну и так далее Вот такая интересная у нас сегодня будет тема Вот смотрите, обзор какого количества мы сейчас будем делать Вот этой полочки, вот этой Она все еще выдвигается, я просто боюсь, чтобы не упала И нижней полки И вот этой всего Начнем с бас под консилеры Я сейчас расскажу про каждую, что у меня есть, для чего каждая служит Это не обязательно использовать Это как дополнительный слой, который можно использовать, можно не использовать Значит, самая моя любимая база, которая служит для моих проблем в основном Это вот такая вот Бека Она разглаживает тоже морщинки чуть-чуть, дает такое силиконовое покрытие И убирает мелкие морщинки И убирает припухлость под глазами Дальше, есть такая от Benefit база, называется Ola Lift Она тоже дает чуть-чуть, убирает морщинки, разглаживает морщинки И дает чуть-чуть, освежает взгляд Она чуть-чуть такое, дает покалывание под глазами Как бы убирает припухлость Понятно Очень тоже хорошая база Есть база Smashbox Она просто разглаживает морщинки Она более такой, на силиконовой основе Есть еще база Estee Lauder Которая дает подсвечивающий эффект И чуть-чуть увлажняет И есть вот такая вот база Smashbox Photo or Under Eye Называется Она дает просто подсвечивающий эффект Есть еще вот такие вот Они как базы, как корректоры, как консилеры Это от Becca Вот, давай вот так вот их покажем Они идут в двух цветах Для более светлой кожи это розовый Для более темной кожи это вот желтоватый Они дают тоже подсвечивающий эффект И они заодно за счет цвета Они корректируют синячки под глазами Вот более розовый, так как светлый Это более синие синячки убирает И вот более желтый Это убирает более зеленые синячки под глазами Заодно и коррекция, заодно и подсвечивание Дальше мы поговорим о корректорах Есть корректоры, которые используются тоже под глаза Если есть какие-то явные-явные проблемы И нам их нужно скрыть Что значит проблемы? Это синячки под глазами Венки, капиллярчики, которые явно видно Вот есть корректоры разных цветов Есть у меня такой вот корректор от Makeup Atelier Вот он как бы розовый Они идут цветные Есть розовые Если синий синячок, значит нужно перекрыть его одним цветом Значит нужно перекрыть розовым Если, допустим, зеленый синячок Его нужно более персиковым цветом перекрыть Это единичные, да? Есть такие у них вот палетки прям с корректорами Вот тут уже под все... Тоже Makeup Atelier Очень хорошее Под все цвета синяков Под все цвета, да Вот есть тут тоже розовый, есть персиковый Чуть светлее, чуть еще темнее А зеленый цвет? Зеленый Это мы больше используем на покраснение Это даже не под глазами Это больше для лица коррекция И вот есть тоже вторая такая палетка Которая уже для более смуглой Тут более... чуть темнее корректоры Понятно Вот эти вот очень хорошая фирма Есть еще корректоры MAC Они корректоры-консилеры Вот в таких вот палетках Значит есть такой вот тоже корректор-консилер Креолан И Креолан это профессиональная фирма Ее в основном используют визажисты Потому что они прикрывают все Любые погрешности, любые прыщики, любые синячки Все-все-все-все-все Очень хорошие вот эти вот корректоры Есть такие корректоры Bobby Brown Это набор, в котором находится пудра И консилер-корректор Вот такой Есть еще Bobby Brown Вот такие вот маленькие Это уже у них прям корректоры называются Они тоже вот цветные Посмотри Они хорошие Bobby Brown Bobby Brown, да Тогда ты говорила, что тени не очень А колеси не очень хорошие У них Bobby Brown Корректоры-консилеры Очень хорошие Там дальше пойдем к другим Это тоже видишь Более розовее, более желтее Для коррекции Они прям вот называются корректор Есть вот такая вот Вот такой вот консилер-корректор от Be Cosmic Йоси Битерн Это израильский визажист Который выпускает свою линию косметику У него очень хорошая косметика В принципе Такой вот консилер Есть такой плотный тоже Вести лаудер Тоже очень хороший Есть еще вот такая вот израильская фирма У нас Иль Макияж Профессиональная косметика Вот тоже у них такие вот корректоры-консилеры Есть еще такой набор от Наташи Динона Здесь находятся три цвета Есть корректор более цветной Есть более светлый Это уже можно использовать как консилер Есть более темный Это можно использовать как консилер на лицо Допустим, что-то прикрыть Да, есть какие-то погрешности Погрешности, да Вот этот хороший набор Но, если честно, мне не особо нравится А почему у тебя не особо нравится? Он не сильно работает как нужно Он не сильно прикрывает Как бы погрешности, да Не сильно мне он не нравится Очень хорошие продукты Есть такие вот у меня три продукта От Benefit Этот более плотный Консилер-корректор Этот написано вот брайтинг Он как бы подсвечивает Он чем-то похож на беку Вот эту, что я показывала в баночках Тоже Это у меня, кстати, миниатюрки Есть вот такой Airbrush Concealer Он вот как обычный Такой плотный консилер Тоже можно использовать и под глаза И можно на все лицо Вот эти вот хорошие продукты А сейчас я покажу консилеры Которые подходят И для возрастной кожи И для всех типов Я начну с консилеров С более дорогого сегмента В конце уже я расскажу Как бы более бюджетные варианты всего Потому что У меня в арсенале В основном Как бы или профессиональная косметика Или более люксовая Более дорогая Я люблю пользоваться такими вещами Все консилеры, что я буду сейчас показывать Они из среднего покрытия Они не очень плотные Но и не очень легкие Очень хорошие консилеры Я люблю вот такие Dior и Chanel Они чем-то похожи по своей текстуре Подходят тоже И для возрастной кожи И для обычной Они не очень западают в морщинки Не подчеркивают ничего И они идут с увлажняющим эффектом Очень хороший консилер Который подходит всем Клоринц Вот такой вот Он с подсвечивающим чуть-чуть эффектом С такими микро частичками Тоже очень хорошо его использовать Для возрастной кожи Не западает в морщинки Не скатывается в течение дня Вот этот вообще рекомендую Его любят практически все Этот консилер Очень хороший консилер Guerlain Он относительно новый Он тоже не западает никуда Не скатывается Ничего не подчеркивает Shiseido Вот этот вообще Мой самый любимый консилер Мы его сейчас сняли из производства Его не выпускают Он тоже его тут очень много Его 10 миллилитров Я его очень люблю Вот как для себя Я его берегу для себя Его никакого больше не использую Он у меня даже только в одном цвете Я его один раз купила Мне понравился И все Его после этого сняли Я его уже больше нигде не могу найти Даже если захотела бы купить еще какие-то цвета Нету Clinique All about eyes Тоже хороший Но он не сильно Да Мне он не пошел Не пошел Именно вот этот Нет, я купила Нет, вообще никак Я с ним Не подружилась Он тоже не сильно плотный Тоже среднего покрытия Он у меня скатывается Да Скатывается, да У меня он не скатывается Но я его почти не использую Мне он не сильно У меня не зашел Он не понравился Так, дальше Что у нас еще есть Есть у меня такой консилер Тарт тоже у меня один Lord & Berry Это у нас, кстати, недавно зашла Это английская фирма Он мне не понравился Вот такой Он тоже среднего покрытия Но он тоже скатывается И мне не понравился Как он вообще лежит под глазами Я его вообще не рекомендую Есть у меня такой консилер Tarte Ну, слышали, да Все про эту фирму Это американская фирма Вот эти два консилера Это как бы Одно и то же Просто это уже более старое издание А это более новое Как бы в другой упаковке В другой упаковке Да Его сделали Переделали Потому что Вот он дает Такой эффект Как бы Он без Светоотражающих частичек Но он Остается на коже Если вы его не покроете пудрой Он остается на коже Прям блестеть Более такой Влажный эффект дает Как бы Кто такой вот любит эффект Не матовый Но дает более влажный эффект Но он Очень хорошо подходит Для возрастной кожи Очень хорошо подходит Для У кого есть тоже сухая Вот кожа под глазами Он прям увлажняет И Хорошо чуть-чуть подсвечивает За счет вот этого Влажного эффекта И вообще не скатывается Для Короче советуешь Да Вот этот хороший Перейдем К мак У меня есть именно Для Таких средних Консилеров Мак Это вот эти вот Значит Это Такой С пипеткой Смотри какой интересный Он открывается А тут есть пипетка Вот такая Удобно наносить Его нужно просто Одну горошинку Он насколько Хорошо распределяется Он идет Видишь как с водичкой Его нужно Как бы взбалтывать Да Чтобы Он как бы Двойной Взбалтывать Вот эта вот водичка Она как силиконовая Какая-то Я не знаю Такой интересной Его нужно буквально Одну капельку И он Очень красиво ложится Очень хорошо распределяется И вот уже кстати 9 миллилитров Как бы Это очень много Вот Есть такие вот Консилеры Минеральный консилер И это как увлажняющий Консилер Вот эти тоже Дают среднее покрытие Не сильно плотно И хорошо подходят Тоже и для возрастной кожи Дальше У меня есть такой Консилер Инглот Он двойной Он идет как Консилер И идет как Иллюминатор Этот иллюминатор Можно Либо смешивать Вместе С ним Под глаза Он идет Видишь как он Откручивается Как бы двойной Можно смешивать Вместе Если хотим Более тоже Подсвеченный Такой эффект Или его Тоже можно Использовать Отдельно Вот на выступающие Зоны Как хайлайтер Есть у меня Консилер Мейкап ателье Он тоже дает Очень легкое Покрытие Мне он если честно Не очень зашел Не очень понравился Потому что Его надо Прям много Наславить Чтобы даже Это его покрытие Что-то дало Очень хороший Еще есть Консилер Иль Макияж Тоже Вот нашей фирмы Ой Наш Израильская фирма Тоже Израильская фирма Все вот эти продукты Иль Макияж Они делаются В Италии Кстати У него очень интересная Он как в Том Форде Помпа Понятно Вот открывается Он тоже дает Среднее покрытие Но его надо Хорошо распределить Он немножечко Забивается Вот морщинки Его надо Прямо После того Как он уже Усядется Нужно еще раз Как бы Приклопнуть Или пальчиками Или бьюти блендером Как бы Чуть-чуть Распределить Но после этого Все Он лежит Очень хорошо А еще Тарт Забыла Есть такой Консилер У них Акваконсилер Он мне Не очень Понравился Он с такой Интересной Этой Огромная Кисть Огромная Да Кисть Даже не Кисть Ой Слушай Знаешь Какой До меня Дошел Запашок Сильный Ай да Реально Я его давно Не открывала Угу Он мне Не понравился Вообще Он Тоже Дает Среднее Легкое Покрытие Но Не знаю Он скатывается И Чтобы я Видела Какой-то Эффект Что он Делать Мне Не понравился О У меня Есть Твой Самый Любимый Консилер Армани С такой Вот Кисточкой Мы уже Показывали Его Только В таком Консилере Есть Такая Кисточка Армани Этот Тоже Подходит Для Всех Очень Крутой Консилер Вот Этот Вообще Рекомендую Это Мой Третий Консилер Уже Третий Раз Я Покупаю Да Еще Кстати Очень Классный Консилер Это IT Косметикс На Это Тоже Нужно Заказывать Он Чем-то Похож По Эффекту С Вот Этим Вот Тарт Который Я Показывала Тоже Дает Одинаковый Эффект Кому Удобнее Допустим Это Купить Кому Удобнее Тоже Этот Очень Крутой Не Понравился Мне Консилер Не Понравился Не Понравился Лорак Скатывается Он Сильно Какой-то Влажный Эффект Дает И Красиво Не Лежит Под Глазами Вообще Еще Хороший Консилер Inglot Вот Такой Вот Вот Этот Я Советую Потому Что Его 10 Миллилитров Сравнительно С тем Который Был Длинненький И Он Очень Хорошо Даже Перекрывает Синячки Он Такой Тоже Среднего Покрытия Вот И Вот Этот Советую Очень Классный Консилер Есть Консилер Кайли Кайли Джейлер Мне Он Понравился Он Кстати Многие Он Кому-то Нравится Кому-то Не Нравится Он Не Сильно Такой Плотный Но Его Тоже Можно Наслаивать И Он Не Скатывается Вообще Вот Есть Вот Такая Покажу Такую Ерунду Чтобы Его Не Покупали Он Стоит Очень Дорого Аур Глаз Это Вообще Очень Дорогая Фирма Очень Дорогая Называется Оно Вот Так Вот Как Риташин Флуид Вейл Они Это Позиционируют Даже Не Как Консилер А Как Будто Дополнительное Покрытие Вот Для Освежения Макияжа В течение Дня Ну Или Когда Вы Накрасились То есть Тоже Он Как Служит Дополнительным Слоем На Консилер Ок Но Можно Использовать И Как Консилер Как И На Все Лицо Как Освежает Но Он Насколько Разъедает Все Что Находится На Лице Допустим Если Я Наношу Поверх Консилера Он Разъедает Просто Я Начинаю Наносить Оно Слоями Начинает Сходить Если Я Наношу Даже На Тональный Крем Как Бы Где То Оно Тоже Начинает Вот Как Б Слазить Это Все Слоями Если Я Вношу Пот На Чистое Голое Лицо Как Консилер Я Покрываю Сверху Пудрой Он Начинает Скатываться Ужас Обходить Стороной Оно Стоит Я Не Помню 30 Чем-то Долларов Ничего Семя Не Будем Покупать Вообще Ерудная Полная Еще Покажу Один Консилер Который Тоже Дорогой Который Меня Тоже Особо Не Упечатлил Ничего Особенного Он Неплохой Это Вот Шарлот Тилбери Он Недавно Вышел На рынок Он Идет С Прозрачным Окошком В котором Видно Это Удобно И Он И С Таким Спонжиком Ого Какой Спонж Не Дает Эффект Вау За Такие Деньги Как бы Обычный Хороший Но Еще Еще Раз Я его Не В общем Я хочу Показать С того Что я Сейчас Показала Со всех Консилеров Выбрать Несколько Которые Мне Лично Больше Всего Нравятся Я Люблю С ними Больше Всего И Это Вот Этот Герлен Очень Нем Нравится Армани Мэг Именно Вот Этот Который С Пипеткой Да Его Хватит На 100 Лет Наверное Потому Что Его Реально Нужно Одну Горошинку И Вот Такой Вот Тарт Мы Сейчас Разобрали Консилеры Которые Подходят Больше И Для Возрастной Кожи И Для Обычной Кожи Под Глазами Которые Не Забиваются Морщинки Которые Не Сушат Кожи Под Глазами Я Рассказала Какие Лучше Какие Хуже Разобрали Корректоры И Кремовые Консилеры ДИНАМИЧНАЯ